Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы с вами продолжаем разбирать разные сериальчики. И если вы что-то смотрите, а вокруг вас никто не смотрит, вы пришли по адресу. Потому что, дядя Вова, пока вы пьете чай, или готовите ужин, или пока едите ужин, или же пока готовите и едите, я буду с вами. Я не брошу вас в одиночестве на 7 лет и не уеду на добычу соли. Тут я с вами пришел поговорить про эпизод, который называется на английском языке king and commoner, что обозначает король и простолюдин. Но здесь больше всего идет отсылка к король и нищий. Это когда, и это обыгрывается здесь, и часто даже говорится великим шекспировским слогом в этом эпизоде. Про все сейчас поговорим с вами, про все. Если вы пришли и думаете, что, ой, а что такая длинная видюшка, а потому что нам все интересно, все в деталях обговорить, обсудить. И, ребята, это первый эпизод в этом сезоне, которому я поставил 10 баллов. Слушайте, если быть по-честному, ну, он такой на восьмерку. Но после того, где я страдал вторую серию, и я думал, ну, все, это песец, столько ждал, ждал, и теперь ничего интересного. Когда третья серия оказалась интересная, крепкая, динамичная, да еще с такой лямур-любовь, что слезы по жопе текли, то, естественно, я думаю, ладно, поставлю вам 10 баллов. Так уж и быть авансом за то, что, надеюсь, это не будет единственная серия во всем втором сезоне, от которой я кайфовал. Ну что, погнали. Переключаемся на большой форматик, чтобы вам получше было видно картинки. Но все равно, грусть, печаль, грусть, печаль. Две недели прошло, даже тысячи человек мне поставили оценки. Ой, боюсь, закроют. Ой, девки, мальчишки, думаю, закроют сериалки, дрени, фени. Боюсь, страшно. Но спасибо спонсорам моим, скажем. Вы-то меня, надеюсь, не закроете. Поддерживайте копеечкой. Спасибо. Кто копейка не может поддержать, сейчас самое время поставить лайкос и подписаться. У нас, смотрите, подписчики, до 25 тысяч чуть-чуть осталось. Давайте дотолкаем. Заставка «Я балдею». Есть сериалы, в которых ты нажимаешь, появляется всегда кнопочка внизу экрана, пропустить заставку. В основании я заставку не пропускаю. Мне, кстати, кто-то там написал, простите, не помню по имени, очень много сообщений часто приходят в личку. Я стараюсь очень многим отвечать, но если я вам не ответил лично, не потому что я такой засранец и загордился, там еще, вот просто реально нет времени. Но я увидел, кто-то попросил, говорит, ой, сравни заставки первого сезона и второго сезона, посмотреть, что там это. Я бы с удовольствием, только если времечко найдется, если вот прям совсем нам делать будет нечего, посидим, посравним, а что? Все. Замечательная заставка. Очень-очень мне нравится. Это одна из тех, вот как будто бы, знаете, продаются, я не знаю, продавались у вас или нет, в сувенирных лавках есть такая фигня. Там песок внутри цветной и жидкость. И ты переворачиваешь, и песок постепенно опадает, и всегда какие-то такие фантастические ландшафты складываются. И вот у меня была такая фигня, дешевая, китайская какая-то, где-то откуда-то продается, но, блин, вот ты на нее смотришь и чувствуешь, как релакс тебя наполняет. Вот такое вот гипнотическое состояние отчасти. И вот чем-то мне эта обложка, заставка к этому сериалу напоминает вот такие вот фигни-мигни. У кого была такая фигня-мигня, напишите, есть ли у этой фигни-мигни есть официальное название. Итак, для того, чтобы проще было ориентироваться по эпизоду, я разбил все скриншоты по основным сюжетным линиям. Так что, если вдруг вы будете, чтобы мы особо не путались, будем об одной теме говорить. И, в принципе, они не особо сильно переплетены между друг другом. Начнем с этого Селдана. И мама с дотей приехали на какую-то планету, собирались лететь туда, где находится второе основание. Деда впустили в компьютер, главное, перепрограммировал, конь Троянский. Все перепрограммировал и говорит, нет, мы летим вот сюда, потому что меня там ждет калия. Но он не говорит, что кто, говорит, мне нужно туда. Спрашивает, дед, ты что, таблетки не выпил, что ты там забыл? Нет, мне туда надо. Как в этом, в старом КВН, говорит, все, посидела с вами, теперь мне пора в Казахстан. Говорит, жуть, не могу, хочу в Казахстан. Говорит, пойду через лес ночью, пускай волки меня съедят, дуру неадекватную. Говорит, мама, что это ты в Казахстан хочешь? Не знаю, это у Русика надо спросить, что я в Казахстан хочу. Я вообще в Новгороде живу, но некогда болтать, пошла в Казахстан. Вот точно так же и этот дед. Нужно на другую планету, прилетели. На планете никого уже нет, остались только роботы, конструкторы разобранные. Была планета, на которой добывали полезные ископаемые. 3000 лет уже никто не живет. Принадлежала какому-то другому, не Клеону. Клеоны столько 3000 лет не живут. Были шахты, добывали полезные ископаемые. А потом полезные ископаемые закончились. Роботам стало скучно. Копали, 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 докопались. Все выкопали и думают, ну что нам теперь делать? Ну пойдемте теперь людей копать. И перекопали всех людей, которые жили на той планете. А когда все закончились, уснули, в спячку впали. Ну а дед все, вот. Ребят, сцены красивые. Вот что красиво, что хорошо будет здесь, куда бабла завезли. Так это компьютерным дизайнерам. Вот если бы я был в киноиндустрии. Вот эти все кадры можно отправлять как визитную карточку. Как к резюме прикладывать можно. В очередь к этой студии должны стоять всякие вот эти вот Марвелы ваши. Всякие DC. Вот где нужно делать хорошую компьютерную графику. Комар носа не поточит. Вот что у них здесь хорошо, что всегда на десяточку. Каждую серию смотрю. И каждую серию вот, ну не к чему приколебаться даже. Вот сижу, хочу приколебаться, а не к чему. Замечательно. Ну, конечно, там все тоже повздорили. Деда говорит, отведи меня. Отведи вот туда. Отнеси меня в яйце. Смерть моя. Утка в зайце. Зайце в яйце. Иголка в игле. Говорит, не могу я далеко от этого кубика отойти. Отнеси меня туда. Говорит. А потом, дед, террорист. На секундочку, господи, простись. То есть сейчас прицепится еще ютуб у меня ко мне за это слово. Можно было бы запекать, надо было бы одеяло сползать. И вот что значит, пишу одним дублем. Дед говорит, захватил, говорит, я ваш самолет. Управление не отдам. Пока не отведете меня вот по нужному адресу. И что теперь делать? Ну, конечно, Сальвар говорит, так, все, вот вам кубик, мать. Хватай, бери деда и валите нахрен с моего космического корабля. Пойди выуляй его. Идите. Вон туда. Вот в те развалины, где мужик стоит с протянутой рукой. Он так, кто ж его посадит? Он же памятник. И Ленин, такой молодой, стоит там. Все, отправили эти, идут пустынями. Не могли приземлиться ж нигде поближе. Полкилометра, Гали, пришлось марш-бросок устроить с флягой и с ломом. Я тоже не понимаю, зачем она этот лом с собой взяла? Ну, посох какой-нибудь булета. А то идет с металлической дурой и так жарко. И так палит. Для меня вообще сейчас все смешалось в кучу. Только в пустыне Цири тут бегала. Недавно. А теперь стоит экскаватор и Галя, дворник, ходит. Ладно. Тут у меня вообще флешбеки на этот был. Мне сейчас, наверное, надо пересмотреть Ластелин Клес. Ребят, это вот, знаете, есть такое выражение, что в нашей жизни все сводится к тому, что мы пересматриваем либо Ластелин Клес, либо Гарри Поттера. Все. Короче говоря, пора пересмотреть Ластелин Клес, потому что я сижу, у меня опять флешбеки на Ластелин Клес. Еще сделали, затягивают. Я вообще сейчас думаю, сейчас Гимли тут будет стоять вместе с Арагорном и Легаласом. И лошадь убежит. И оттуда это, призраки. Вылезут. У кого еще были флешбеки на Ластелин Клес в этом моменте? Или только у одного меня были? Только я один такой. Толкинист недобитый. Ой, кадр перескочил. И статуя тоже лысенького мальчика с рукой. Протянутый. Ну, тоже, тоже где-то на Ластелин Клес. Помните, когда они въезжали, там вот эти статуи стояли. Ну, минорцы, чехто они там стояли с этими, с ладошками. Ну, похоже, похоже. Ну, мне интересно, вот это Галя. Ну, дает. Дед-то, понятно, он цифровой. Он не потеет. Кушать не надо. В туалет не нужно. А Гале дворник. Нужно было тащить этот кубик, рубик, аж наверх этого Эвереста. И лифта ж никакого нет. Хорошо, дед, предупредил, говорит, ты, говорит, не налихай на выпивку. А то сейчас развезет, я тебя аж не донесу туда. Я ж цифровой. Ой, ладно. Пришли, тут у меня флешбеки начались по Индиана Джонс. Вот честно. Сейчас вот, думаю, сейчас они будут идти. Копья начнут какие-то выскакивать, ловушки, дротики летать. Скелет на этих каких-нибудь цепях будет валяться. Потом дверь надо открыть. Тут у меня флешбеки начались. Я ей говорю, слушай, ты на этом, на парситонге скажи что-нибудь. Там мусины какашки. И все, и дверька подкрылась. Так, считаем на пальчиках, записываем все флешбеки, которые у вас совпали с дядей Вовой. И напишите, пожалуйста, мне в комментариях, чтобы я знал, что я не один такой. Во-первых, оно, естественно, поможет в продвижении ролика. У нас по основанию. Давайте продвигать в эти, в массы основания. Основания даем в массы. Как мы в массы? Лайками и большими комментариями. В комментариях давайте, давайте, давайте. Пишите, пишите. Давайте сойдемся. Посмотрим, сколько флешбеков у нас у всех совпало. Играем в игру. А если хотите, можете здесь, что, выходные, завтра, завтра на работу, но ничего страшного. Можете это, флешбек совпал, ну и все. Ладно. Ну, короче, Аля повернула рычаг туда, куда нужно. И пришла баба. Баба со светильником пришла. Та самая баба, которая сидит в кубике на самом деле. Это ее Кали зовут. И Галя сразу, ой, говорит, я вас узнала. А я, милого, узнаю по походке. Говорит, я знаю вас по, какой-то у вас слог такой, очень знакомый мне. Говорит, мы с вами не встречались раньше? Баба так забавно и улыбается. Это же та тетка, которая придумала вот эту всю математическую формулу, которую Галя Дворник там у себя выписывала. Она читала стихи и в этих стихах узрела великую математическую формулу. Ребят, если вы у меня спросите, кто это такая эта баба? Что она умеет делать? Она пришла со своей флешкой, говорит, давай со своего кубика в мой шарик перекинь этого Селдона, я его себе заберу. Нам с ним надо переговорить. Но явное дело, что она не биологическое существо, потому что потом, когда показывают сканеры датчики, ее на датчиках нет. Но и в то же самое время она не голограмма, потому что она свой собственный шарик может сама нести. Короче, у них какая-то здесь подпольная лаборатория, похоже, клонов, что могут выращивать биологические организмы по каким-нибудь параметрам. Ну ладно, пришла, этого забрала, говорит, все, можете идти. И этот говорит, иди через 6 часов, как этот Гендальф. Я приду на закате, на рассвете, смотри на меня туда, я приду. И все, выдворили, дверь закрыли, не объяснили. Шла, дверь открылась, главное, забрали Селдона. Не пописять не предложили, не водички попить, не отдохнуть, не под кондиционером посмотреть. Нет, все, дверь закрыли, спасибо, деда принесла, спасибо, до свидания. Вообще. Тем временем, все, оставим пока в покое Галю. Перенесемся, под завязочку там уже поговорим. Перенесемся в первое основание. Ну там, конечно, чудят без коней, что все, что дед пророк какой-то в Сталактите написал, что дайте мне этого, как его, хабарамало, никого мы ему не приведем. Он нам мэра убил, сжарил прямо так, всех на глазах. Видно, что за столько лет, то, что Шелдон с ними, Селдон не общался, все позабывали, все порастеряли. Хорошо, что вот этот вот полусвященник еще помнит истины. Говорит, нет, нам нужно привести к нему именно этого. Хабарамало. Говорит, я пойду, я найду. Со своей подружкой. Кстати, они меня в этой серии не раздражали даже. В прошлой серии у меня такие фейспалмы с ними были, а тут даже не раздражали, ничего нормально так. Оказывается, он знает, кто это такой, что контрабандист, нам нужно пойти, найти его, и даже я примерно догадываюсь, где его искать. Сели и в путь. Теперь, события с Хабарамало. Вообще, мне очень понравился он как персонаж. Актер такой, вот знаете, игривый, веселый. Я вам говорил, что он будет Хан Соло такой себе, вот, этого сериала. Вот, самое ближайшее. Флэшбэк на Хана Соло был у вас или не был? Вот, ну-ка, давайте. Вот такой вот Хан Соло, Хан Соло прям. Даже выглядит прям где-то немножко по Хан Соло. Я все ждал, когда у него это, Чубака вылезет где-нибудь из подмышки и будет. Но не было. Чубаки не было, но зато Хан Соло был. И кто-то в комментариях уже у меня написал, что в Телеграме. Кстати, если вы не знаете, у нас Телеграм есть. Два канала в Телеграме. Для простоя про кино и один про 18+. Присоединяйте. Ссылка на Телеграм закреплена везде, где нужно закрепить. Везде есть. А если нет, просто ищите уголок Твистера, найдете. И там два чата закрепленных. И вот кто-то сказал, говорит, чувство было такое, что смотрю сериал какой-то двухтысячных. И вот я не знаю, почему-то для меня сериалы двухтысячных, они, это не является чем-то плохим. Это не в минус для меня идет, а наоборот в плюс. Я так обожал все, даже 90-е, всякие Ксены, Принцессы Войны, всякие Геркулесы. Я так это обожал в двухтысячных. Батлстар Галактика. Старгейт СГ-1. Или как он там, СГ-1 назывался. Ну, настолько мне это нравилось, потому что оно... Не было вот этого, знаете, пафоса перекрученного. У них был свой бюджет. Они знали, что вот именно в этот бюджет они могут вложиться. Что массовка, три с половиной человека брали и владели их с их компьютерной графикой, так, чтобы сделать заполнение зала. И минимальная какая-то вот такая атмосферная графика. И я не знаю, почему, но меня это настолько подкупает. Бункер, поэтому, наверное, один из моих любимых таких вот сериалов последних дней во времени. Потому что он берет именно вот этой вот атмосферой двухтысячных. Отдает от него начало двухтысячных. И здесь этот эпизод, вот этот момент, может быть, для кого-то он показался простяковым. А мне он, наоборот, пошел не просто в плюс, а в десять плюсов вошло. Вот эта вся сцена, как он обыграл, как обговорили телепортационные устройства, которые меняются. Для меня вообще, человека, который играет в World of Warcraft. И, ну, сейчас не играю, сейчас Dragonflight вышел. Я поиграл, поиграл, но тут из-за семейных обстоятельств я никак не мог попадать в рейды. И поэтому поставил на паузу World of Warcraft. Но я играл в игре инженера. И у инженеров есть такая фигнюшка, когда ты меняешься, кого-то выбираешь и можешь с ним поменяться местами. И самая моя любимая вещь была, куда-нибудь залезть на такое место, откуда ты можешь свалиться и умереть. И с кем-то раз поменяться местами. Этот человек от неожиданности, что он переместился в другое место, делает, резко нажимает у себя на клавиатуре, чтобы куда-то подвинуться. И сразу... Все меня всегда так любили. Но, тем не менее. Вот такая вот фишка. И для меня увидеть вот это устройство, я прям сидел, улыбался и аж улыба до ушей была. Думал, ааа, мое любимое устройство из World of Warcraft, для того, чтобы с кем-то меняться телами. Мне очень понравилось, как это объяснили. И понравилось, как именно он устроил вот эту легкую многоходовку, чтобы украсть вот этот кристалл из посоха. Ну, я не знаю, мне эта сцена прям зашла, залетела, на космолете влетела. Кстати, кристаллик чем-то, почему-то Марвел вспомнился. Вообще, сейчас думал, сейчас Локи прибежит и схватит. Кстати, там объявили дату выхода Локи. Кто у нас Локи ждет второй сезон? Или уже все, полностью разочаровались с Марвелом и сказали, ну его нафиг, ничего больше от Марвела смотреть не будем. Теперь, новый персонаж нам показывают Белл Риоза, генерала, которого отправили в Беларусь. Картошку собирать. Ай, Геразимов, где мои припасы? Короче говоря, с императором довыеживался, захотел устроить переворот, и его отправили вон соль собирать на плантации. Ну, ничего так. Прикольный персонаж, все. И Димурзель такая крутая прилетела, и переговоры, он еще попытался там права качать. Дай свободу. Типа, как бы, он понял, что он им нужен, ну и попытался потарховаться. Ну, она уже сразу приехала с деловой сделкой, говорит, ты че, какая свобода всем каторжникам? Свободу им не дадим, но выходные медицинские... Этот медик придет, клизму всем ставит, и, так уж и быть, перерывы наперекор будут. Ну, ладно, договорились. Но купила она его тем, что говорит, а муж твой жив, пам-пам-пам. Я думаю, ооо, интересный генерал-то у нас. Радужный. Думаю, ладно, сейчас посмотрим. Ну, и генерал, так ничего себе, дедушка, как я, в возрасте, ну, ничего так. Ну, если бы я 7 лет работал на каторге, я бы тоже выглядел бы не как огурчик. А соль-то собирать, то... Не, ну, они там не соль собирают, они какой-то там... Какой-то материал собирают драгоценный. Тем не менее, он прилетел, смотрит на себя в зеркало, говорит, я не буду переодеваться к императору, веди меня вот именно таким. Таким вот грязненьким, пускай он меня видит. Сцена очень понравилась, когда всех разогнали, и они вот один на один с этим... Такая жаба-ходючная сцена, прям вот... Ну, мы должны чувствовать в данном контексте, который нам рассказывает, что император узурпатор, а генерал вот хочет... хочет лучшего для всего населения империи. Ну, посмотрим, посмотрим, насколько он хороший, но тут же со своими выборками и говорит, я пока под присягой, я вас не ударю. Типа, очень хочу, я бы, я бы вам голову открутил, но... Не могу, под присягой, ёлы-палы. Это, наверное, точно так же там в бункере у деда ходят, думают, господи, да когда ж воно уже подохне? А выстрелили в него, потому что аж под присягой. Ну, ну, ну как? Ну, не могу добить этого клопа колорадского, потому что... Ну, под присягой я. Ну, конечно, с другой стороны, если бы я знал, что оказалось, что мой любимый человек, которого семь лет ты не видел... За семь лет у меня вопрос, как ты можешь... Осталась ли вот именно любовь такая? Ну, у этого понятно, он там в каторге находился. Ну, биологические потребности никто же тоже не отменял? И как, за семь лет вообще там никто среди каторжных не приглянулся? Тем более, если тебе сказали, что ты вдовец. И одному, и другому сказали, что всё, ты вдовец. Не, ну, сына, вот это, конечно, классная. Мне понравилось всё, и когда он встретился со своим мужем, и муж такой красавчик. Всё. Вообще, ребят, смотрите, есть сериалы... Моя главная, наверное, претензия к многим голливудским сериалам, что когда показывают гей-пару, а какие-то такие вот стереотипно-слащавые, манерные, или ещё что-то такое вот... Очень редко у нас есть сериалы, в которых вот гей-пара такие вот... Ну, не отличишь их, например, от гетеросексуалов. Нет вот этих вот... Ой, божечки, ой, всё, розовые пёрышки, я буду сегодня смотреть Драг Рейс. Ребят, я прекрасно понимаю, что в ЛГБТ-сообществе очень много гей-манерных парней. Да, может быть, по моим некоторым повадкам. Но, смотрите, ребят, вам тоже нужно понимать, что очень часто то, что вы видите, например, в моих обзорах, да... Вот давайте сейчас вот по-серьёзному, что очень часто то, что вы видите, это твистер. Это не настоящий Вова и Макай. Твистер — это мой сценический образ, если так можно сказать. Например, есть у нас Данилка, да. У него его сценический образ — это Верка Сердючка. Когда он переодевается вот в костюм Верка Сердючки, там начинает... Вот это вот, вот это всё, это хи-хи-хи, подщипнуть, покричать. А когда ты смотришь на Данилка, он сидит, например, в жюри или ещё что-то, ты очень сложно представить... Хотя бывает, нахлёстывает Данилка и пробивается из него Верка Сердючка, потому что, ну, никуда ты от этого не деться. Точно так же, например, у меня есть... Это не потому, что я сижу и внутри у себя говорю, так, Вова, ты сейчас будешь твистером, и тебе нужно вот так вот сказать, вот так вот делать, надо так вести себя, такую вот шутку нужно пошутить. Нет, этого нет. Нет, просто я знаю, что вот в этот момент я позволяю сценическому образу работать. И я перехожу и сижу вот там на пассажирском кресле, и мой сценический образ, он работает. В своё время я участвовал в театре, одна из таких, наверное, самых больших моих ролей была. Это Ромео в Ромео и Джульетте, учился театральному искусству. После школы я вообще планировал даже... У меня было приглашение поступать, учиться на диктора радио и телевидения. Но я не выбрал эту эстезю, потому что надо было 5 лет учиться, а потом 10 лет нужно было отрабатывать на государство, работать на тех студиях, на которых они скажут, и при этом зарплату бы получали, но никуда нельзя. Не уйти, не перейти. Я просто не мог заключить такой контракт, скажем так, на 15 лет пустить себя в такое рабство затолкать. Но, тем не менее, вот обучение разным моментам, разным техникам, это всё осталось. Поэтому у меня есть даже часть вот с этими же самыми очками, да, это момент мой перехода от Владимира Аймакаева, скажем так, к твистеру. Балагуру, шутнику, где-то с пошленькими шуточками, темой про пожрать и всего остального. И это нормально, это так работает телевидение. Но, и кто-то может смотреть и думать, ой, да ты сам тот ещё манерный гей, который, как ты можешь выставлять претензии, что в телевидении много манерных персонажей показывают, если ты сам манерный. По жизни очень редко, мало кто может догадаться о моей ориентации, если вот в реальной жизни, там мы общаемся, если это работа, если это какие-то деловые отношения. До тех пор, пока, например, я не скажу, вот, познакомьтесь, вот это вот мой парень, с которым мы встречаемся, многие даже и догадаться не могут. Потому что, ну да, ну пирсинг у меня есть и всё, но я никогда там ни бровки никакие не делаю, ни лиснички. Но я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что телевидение на протяжении долгого времени создавало образ, если это персонаж гей, то он обязательно должен быть какой-то, вот такой вот ведь есть, и обязательно должен, а-а-а, 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 или, как, например, вот сериал «Кухня», да, вот в сериале «Кухня» там был кулинар, Пьер, или как его там назвали, француз какой-то, и его делали вот, ну такой вот он манерный, стереотипный гей. Вот куда-то не глядя, да даже в американских сериалах, тот же самый «Мэтт», «Район Мэлроуз», один из первых сериалов, которых вот показали один из главных персонажей, был ЛГБТ-персонаж, вот гей, да, был, только что сказал, «Мэтт», кажется, его звали, да, и даже у него была вся вот эта манерность. И меня это немного обижало, немного расстраивало, потому что я знаю очень много ЛГБТ-людей, я знаю очень много геев, которые в 90% случаев ведут себя абсолютно так же, как и гетеросексуальные. Если ты с ним встретишься и будешь общаться, ты никогда не помнешь, почему люди обращают внимание в основном, и складывается вот такая ассоциация с геями, да, которые вот такие, как Боря Моисеев, такие, как Шура, такие вот именно Элтон Джон. Но тоже надо не забывать, что это тоже сценические образы очень часто. И когда у нас, например, появился фильм «Горбатая гора», чем он подкупал и был свеж и новым? Потому что мы видим нестереотипных геев, которые, ты видишь их любовь, ты видишь их боль, ты видишь их расставание, ты видишь, через что они проходят. И при этом они ведут себя не так, как у многих сложился образ. Из последних, и вот уже сколько времени прошло, да, у нас есть сериалы, в которых, вот, например, один из моих любимых тоже фильмов последнего времени, это про Саймона, «С любовью, Саймон». Я настолько благодарен, что сняли про подростка. Мне нравится в Глы, где у нас есть Курт, при нем, да, есть Блейн, который вроде бы не такой уж и стереотипный, но все равно вот эти штаники обтягивающие, все, и вот некоторые там причесочки, зачесики и все дела, и который чересчур много уделяет внимания, текст образования или еще что-то. Но когда нам показывают такого персонажа, например, как Саймон, где, ну, простой, обыкновенный подросток, вот такие 90% геев, 90% вот такие. Просто люди обращают внимание вот на суперманерных, потому что они выделяются из общества. Тот же самый сериал «С любовью», Виктор. И вот из последних вот такая вот самая более-менее приближенная к парам реальных, которых я знаю, геев, да, это вот сериал 9.1.1, «Long Star», техасская служба 9.1.1, и там вот Ти Кей и Карлос. Вот для меня они вот, ну, самая вот нормальная пара, которую вот я привык видеть. И здесь я был настолько рад, что наконец-то нам дали однополые отношения, не Лютик со своим «Этид его налево царевичем», от которого меня бомбило здесь. Я поверил и в химию, я поверил вот это, когда они прикасаются руками, и он хочет его поцеловать, и тот говорит, нет, у меня вши, я грязный, у меня зубы, и все, я... Нет, ему стыдно за это, и ты чувствуешь, и ты понимаешь, и ты понимаешь, что столько лет прошло, они думали, что... Они уже похоронили друг друга, но увидев друг друга, прикоснувшись к друг другу, все это всплыло, они все это вспомнили. Это вот кайф. Это кайф, когда в сериалах есть, когда вводят однополые отношения, однополые пары, от которых не хочется закатывать их глаза и сказать, блин, ну опять теперь все скажут, что вот, вставили по весточку. Очень панасе, как вот он, с какой заботой он его и волосы стрижет, и заметил у него клеймо на шее узника. То самое время, где Мурзель с Клеоном, оказывается, за всем следят, потому что доверяй, но проверяй. Следят. Короче, решили посмотреть на порнушку. Вот. И он говорит, да, продолжай, делай, делай так. Смотрит на этих, а удовлетворяется сам. Ну, об этом мы можем подробнее поговорить в нашем чате 18+, если сильно хочется. Опять-таки, эмблема республики, империи, простите. Ну, тут мне вообще казалось, должна заиграть музыка из Стартрека, где-то, на немножко. Понравилось, что у нас есть, помните, мы говорили про расу космониты? Женщина-космонит присутствует. Он говорит, надеюсь, вы помните, как надо сворачивать пространство, потому что мы не готовы еще обливаться целиком. Понравилось, понравилось. Да, как, знаете, в Звездных войнах там Спок вот так показывает эти тоже ручками там свои движения, костюмы. Как бы двойной тоже пытаются свой план держать, что мы делаем это не ради Клеона, мы делаем это ради Империи. И тоже, ну так классно, этот муж так так смотрит на него, с такой заботой, с таким вниманием. Я не знаю, это вот, либо актер, может, актер на самом деле впечатлен этим актером. И вот у него есть, если бы, например, меня позвали играть вместе с каким-нибудь Гарри Олдменом, или, ну, вообще, кого-нибудь из Старой Гвардии. Я бы тоже, наверное, с таким бы обожанием смотрел бы на этого актера, что вот мне, да, выпала возможность с ним поиграть. Но он настолько классно, даже вот некоторые сцены смотришь, как он на него смотрит? Так не сыграешь, тут надо действительно прям чувствовать так. Ну, понятное дело, что между ними там разница в возрасте, надо не забывать, что 7 лет тому назад до каторги он, наверное, может, выглядел намного круче. Но, возвращаясь к теме Last of Us, да, когда ты кого-то любишь, ты, несмотря сколько лет вы прожили вместе, 20, 30, 40, ты все равно будешь в этом человеке видеть того же самого молодого парня, которого ты увидел в первый раз, когда ты только в него влюбился. Парня, мужчина, девушку, смотря с кем у вас отношения. Не важно, сколько лет прошло. Ты не видишь ни морщин, ты не видишь ни недостатков, ты не видишь лысин, ты не видишь седины. Ты видишь того человека, те глаза, в которые ты влюбился. Замечательно. Слезы пожопить и кут. Все. Космический корабль и полетели. Кстати, вы же заметили, да, корабль не один, а их очень-очень-очень-очень много. Теперь, возвращаясь к этой сцене, опять-таки. Кстати, мне интересно, где это снимали? Потому что, ну, явно, что не строили эти декорации, в каком-то европейском городке, видать, снимали. Площадь взяли. Понравилось, как он речь говорил, и все такие стоят, слезки текут. Сначала помидорами в него бросались, а потом прям так зацепило. Мне очень понравилось, как он говорил про шахматы, да. Он упомянул шахматы и рокировка, и упомянул шахматы в своей речи, что когда тебе кажется, что у тебя все еще впереди, а потом оказывается, что тут шах и мат в таком плане. Прикольно. То, что отсылка к шахматам, оказывается, шахматы есть. Мне понравилось, как он таки поменялся. Я думаю, неужели, если он такой хитрый жулик, как он мог допустить, чтобы он попался, да. А на самом деле вот запасной выход все равно был. На самом деле нужно не браслет этот, а устройство на самом деле то, что в Дисне. А браслет, он просто сканирует ауру человека, того, с кем тебе нужно поменяться. И ставит трекер, что ты можешь с ним меняться местами. Ну, классно было. Классно. Сел на кораблике и жить. И уехал. И чуть у священников не стащил их космолет. В последний момент успели запрыгнуть. И, да шо ж, она перекладывает сразу. И она ему, уколчик взяла тот же самый укол, отрезвляющий, который она делала другому священнику, алкоголику. Кстати, заметили, да, они летают на космическом корабле вместе с когтем епископа. Мне кажется, что это может быть еще как-то сыграет свою роль. Каким-то образом. Может, и корабль кто-то захватит, или еще что-то. И этот коготь. Потому что чеховский коготь епископа, скажем так, будем ждать, что он где-то каким-то образом сыграет. Потому что показать, что он вместе с ними на космическом корабле находится, это что-то, к чему-то должно привести. Теперь. Все. Говорим про финальную сцену в этом эпизоде, где ждали-ждали девки. Махнули рукой, решили бросить этого Селдена. Улететь не смогли, провалились под землю. Ребят, кто смотрел мои обзоры тизера? Я все это предугадал. Что они провалятся, что они будут под землей, они будут пролетать между этими роботами, выскочат из подземелья. Дядя Вова предсказывал это? Предсказывал. Для меня, смотрите, тизеры, трейлеры, очень часто это как судоку. Я не говорю, что я в 100% случаев всегда угадываю. Но это как судоку, где ты можешь предугадать какие-то номера, цифры, но их нужно еще перепроверять по горизонтали, по вертикали, чтобы все сошлось. И здесь все сошлось. Тут полностью я смог предугадать, что пролетели эти роботы. Они проснулись, пробудили их. И они, естественно, стали сканировать живое существо. И живое существо оказалось на руке. Это живое существо оказалось в Селден. У меня теперь такой вот вопрос. Неужели кто-то может удивиться тому, что у нас сознание научились, как переводить в цифру? Когда он летел в своем этом гробу, воспользовался энергией солнца и превратился, трансформировался вот в этот огромаднейший обелиск, который прилетел на основание, встал и там сколько лет прошло, оно все равно все работает, все функционирует, имеет силу даже испепелять людей, поле вокруг себя может создавать. Если есть такие технологии, то почему невозможно напечатать клон биологической... У нас клонирование есть, императоров клонируют. Почему нельзя склонировать? 138 лет прошло, почему невозможно склонировать тело этого Селдона и просто загрузить его сознание? Все это можно. Так что, скорее всего, там какая-то лаборатория, и поэтому, может, даже это Калле, кто знает, может, она тоже научилась этому клонированию, она сама себя клонирует там и живет, и живет, и живет. Сколько лет. Но, когда смотреть сюда, я не видел. Тут по сканеру показано, что тело на руке, а в глазу ничего не просканировано, биологической формы не нашлось. Может, она андроид какой-то? Галя успела спасти, прежде чем роботы залезли на руку, прежде чем убили, затащили вовнутрь, говорит, у тебя пульс есть, ты живой? Как это так? Он говорит, не знаю. Ну, все, ждем. Смогла ли Калле загрузить полностью все воспоминания? В какой момент времени он здесь находится, мы уже узнаем это в следующей серии. Но, я не удивлюсь, если полностью все его сознание смогли поместить в тело. Но, одно дело, ты в кубике находишься, и бессмертный, в принципе, скопировал свою базу данных куда-нибудь, и все. А тут дали именно живую оболочку. Я более чем уверен, что это все сыграет роль, когда они прилетят в основание. Это же почти что секта. Ребят, почти что секта. И тут представьте, если мы говорим, тут, простите, у дяди Вова теолог включится на секундочку. Когда умирает Христос, все видят смерть на кресте. Его помещают в гробницу, и в какой-то момент его тело исчезает. Потом, позже, он один раз появился своим ученикам, другой раз и говорит, Фома говорит, я не верю, ты говорит, приложи руки, потрогай, что это я, живое тело. Я был у отца, теперь вернулся на землю. Вот смотрите, если мы берем момент технологий, например, если мы говорим, что религия, это вот просто для нас кажется, что это религия, а что если на самом деле Бог это более технологическое продвинутое существо, которое находится там, который присылает своего сына. Опять-таки, нет никаких проблем отправить генетический материал, сделать искусственное оплодотворение, и Мария, которая никогда не знала мужа, беременеет. Опять-таки, это моя сейчас цель не подорвать жопы у всех религиозных людей, оскорбить чувства верующих, или еще что-то такое. Я просто говорю, что вот на примере религии, вот представьте, сейчас человек, которого знают, что он умер сто с лишним лет тому назад, является им воплоти и может говорить и знает все те самые вещи, которые вот знал оригинальный. То естественно для них это вот это знамение, что он не просто пророк, а тут еще вот явившийся нам воплоти. И без того они все это превратили в религию, полусекту. А теперь это еще и вот вам знамение. Кстати, мне очень поэтому нравится произведение Стругацких, да, трудно быть богом, когда именно для людей, не знающих технологий, принимают технологии за магию или божественное вмешательство. Ладно, посмотрим, как это они все прокрутят, обернут и вывернут, но такой длинный получился обзор, но мне нужно было ставить свои 5 копеек на тему ЛГБТ, простите уж. Все, жду вас в комментариях, пишите ваши мысли по поводу эпизода и по поводу всех остальных вещей. А на этом мой обзор разбора дозора окончен, всего хорошего, пока!